Здравствуйте, я Людмила Чуевская, в эфире программа «Отдельная тема». Через несколько дней у школьников начинаются осенние каникулы. Учителя выставят оценки по итогам первой, для многих – самой трудной четверти. Этот учебный год начался с некоторыми нововведениями. Они касаются и начальной, и средней школы, и тестирования старшеклассников. Так вот, насколько меняется учебный процесс в связи с переменами, ощущают ли это сегодня дети, родители и учителя, и чего ждать в конце учебного года? О нововведениях и их значимости говорим сегодня с министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергеем Нелюбовым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сергей Александрович, 1 сентября вступили в силу новые образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они касаются инклюзивного образования, и вот чтобы такие особые детки учились в общих, в обычных школах, уже сделано очень многое. У нас и учителя прошли какое-то специальное обучение, и некоторые школы покупают учебники с крупным шрифтом, и здания как-то оборудуются лифтами, пандусами, ну вот как-то так. Но не секрет, что не все школы могут себе это позволить, ну потому что это недешево. Как у нас обстоят дела в этом плане? Что уже сделано и что предстоит? Да, вы правы. С 1 сентября вступили в федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ и детей с собственной отсталостью. Мы вот с 1 сентября на территории региона, как и, собственно говоря, вся Российская Федерация, внедряем эти стандарты в первых классах, как любые федеральные государственные образовательные стандарты, предъявляют серьезные требования вообще к условиям пребывания детей, и в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это особые условия, это требования и непосредственно к архитектуре самих зданий и помещений, это требования по методической оснащенности, это вопросы, связанные с наличием определенной мебели, аппаратуры, специальные. Для справки скажу, что у нас на территории нашего региона в общеобразовательных организациях, это школы, обучается порядка 7 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть это дети, которые имеют статус ребенка с ОВЗ, этот статус особый, его дает комиссия, медико-психологопедагогическая комиссия. И помимо общеобразовательных организаций, на территории региона функционирует 29 специальных коррекционных школ, в которых обучается порядка 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, там есть и дети-инвалиды. Поэтому мы, кстати сказать, в нашем регионе сохранили сеть коррекционных школ, и в соответствии с заболеваниями, с рекомендациями по МПК, эти образовательные организации функционируют. Мы их полностью финансируем за счет средств регионального бюджета, мы передали полномочия органам местного самоуправления, но полностью мы финансируем за счет средств региона, там есть особый норматив. Если говорить по условиям, которые сегодня на территории региона создаются, я напомню, что мы в начале календарного года, кстати, это один из первых регионов на территории Российской Федерации, в которой правительство Новосибирской области принято концепцией инклюзивного образования. Что такое концепция инклюзивного образования? Это на самом деле такой программный документ, который определяет основные механизмы взаимодействия и системы управления всех структур, которые задействованы именно в рамках инклюзивного образования. Это и здравоохранение, это и социальная защита, это и другие образовательные и необразовательные организации, и общественные организации. То есть вот единый подход. На самом деле речь идет о том, что необходимо создавать условия для таких детей, потому что совершенно понятно, что ребенка с УВЗ, и есть определенные требования по индивидуальной образовательной траектории и так далее, поэтому нельзя допускать ни в коем образом бездумную инклюзию. Ребенок, по сути, интегрируется в образовательном пространстве с обычными детьми, называем с обычными, то есть детьми, которые не имеют статус с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, мы к этому процессу готовились, к этой задаче готовились намного ранее. Первое, конечно, это то, что касается оснащения. Начиная с 2011 года на федеральном уровне есть программа «Доступная среда», и наш регион в течение 2011 года, практически 5 лет, участвовал в реализации этой программы. В этой программе было оснащено порядка 53 общеобразовательных организаций. В общей сложности за 5 лет на эти цели направлено и средства консолидированного бюджета порядка 78 миллионов, 46 миллионов – это федеральный бюджет, и оставшиеся средства, если посчитать разницу, это региональный бюджет. Надо сказать, что только в этом году мы продолжаем участвовать в этой программе. Выделяется из средств федерального бюджета порядка 10 миллионов рублей, и порядка 5 миллионов рублей – это региональный бюджет. В этом году участвует 21 общеобразовательная организация. Поэтому максимально мы стараемся создать условия, что касается требований к созданию безбарьерной среды, и вопросы, связанные, опять же, повторюсь, с приобретением мебели, методическое оснащение. Немаловажный момент, который вы действительно затронули – это подготовка педагогов. Именно работа с такими детьми – это особые условия, особые программы, адаптированные программы. И, безусловно, мы этим вопросом занимаемся в течение ряда лет. У нас Институт повышения квалификации при подготовке работников образования достаточно успешно в этом направлении работают, есть положительные практики. Мы осуществляем взаимодействие с нашим педагогическим университетом, потому что там действительно вот эта система работы. Я уж не говорю о том, что есть серия различных семинаров, обсуждений, дискуссионных площадок. Безусловно, есть проблемы. Понятно, что это особая категория детей, это особые условия. Но в каждом случае мы индивидуально работаем. И надо сказать, что на территории региона, и это отмечает, кстати, федеральное министерство, работает высокопрофессиональная команда именно педагогов, ученых по направлению работы с детьми именно с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, поскольку этот год у нас, он такой пилотный год по внедрению федеральных государственных организационных стандартов для этой категории детей, поэтому мы пристальное внимание этому уделяем. И, конечно, мы его сопровождаем с точки зрения организации. Поступательная работа, она ведется постоянно, да? Да, безусловно, мы проведем мониторинг. Мы посмотрим, где, если будут возникать какие-то, так сказать, вопросы, проблемы, мы, безусловно, будем в ручном режиме, и в том числе в системе повышения квалификации, изменения в программное обеспечение будем вносить. Сергей Александрович, в этом году увеличивается количество, ну так назовем это, итоговых аттестаций. Например, четвероклассникам теперь в конце учебного года придется писать проверочные работы по русскому языку, по математике и по окружающему миру. Вот по-вашему, что вот такой своеобразный экзамен даст детям, и насколько они готовы к такому, ну может быть, где-то даже усложнению процесса? На самом деле, очень хороший вопрос. Знаете, основная задача системы образования, независимо от какого уровня, начиная со школы, регионального уровня, федерального уровня, это, конечно, повышение качества образования. И, собственно, сегодня наши заказчики, родители, они предъявляют серьезные требования к образованию, об этом мы не просто говорим, в этом направлении мы работаем. Поэтому для того, чтобы объективно, качественно управлять именно качеством образования, усовершенствовать его, менять в лучшую сторону, безусловно, мы должны понимать, какая сегодня ситуация, какими сегодня знаниями, именем навыками, компетенциями, на каком-то уровне, там, начальной школы, по итогам начальной школы, в основной школу или третьей ступени, там, итоговая аттестация, ЕГЭ, ГЕО, девятые классы владеют вообще наши школьники. Поэтому то, что касается ВПРов или всероссийской проверочной работы, это инициатива Рособорнадзора, она вообще приветствуется нами. Первое условие, которое определяет Рособорнадзор, они на добровольной основе. То есть это право выбора конкретной образовательной организации, будут писать дети ВПР или не будут писать. Это первое. Второе, конечно, безусловная ценность всероссийских проверочных работ в том, что задания сформированы на основе федерального государственного образовательного стандарта. И тем самым есть основание у учителя, дети, которые писали ВПР, выставить итоговые оценки в журнал. То есть, по сути, это оценка зунов, знаний, умений, навыков и компетенций конкретных учителей. Но самое главное, что мы видим, и в этом году Рособорнадзор, вот вы назвали четвертые классы, они предлагают, и есть определенный график, писать в пятых классах и в одиннадцатых классах по выбору. Самое главное, конечно же, вот все оценочные процедуры, они необходимы, в первую очередь, для управленцев. Принятие управленческих решений. Принятие решений с точки зрения повышения квалификации, программ повышения квалификации, потому что мы понимаем, где вот эти проталины, где проблемы. Мы должны сразу оперативно реагировать. Такая задача стоит перед институтом повышения квалификации, перед ассоциацией учителей-предметников, в первую очередь, математиков, для того, чтобы нужно скорректировать, переформатировать модули программы повышения квалификации. Одним словом, если говорить о значимости ВПРов, то на самом деле это еще раз, ну, своего рода, мониторинг уровня знаний, не только конкретных детей, но и, в первую очередь, конечно же, и педагогических работников, с точки зрения их компетенций и необходимости, самое главное, внести те корректировки, которые требуются в систему повышения квалификации. Что касается девятиклассников, в этом году у них также сохраняются два обязательных предмета. Это математика и русский язык, и два предмета по выбору. Но если по итогам прошлого учебного года для получения аттестата им достаточно было успешно знать только обязательные русский и математику, то теперь нужно получить хорошие оценки по всем четырем предметам. Это будет влиять и даже на итоговую оценку в аттестате. Вот здесь, в этом нововведении, какие вы видите плюсы и какие минусы? Сегодня ребенок в основе своей, девятиклассник, ориентирован на десятый класс или на вуз. То есть, если он идет в десятый класс, то, соответственно, на вуз, как правило. И здесь очень важно по итогам девятых классов, во-первых, скорректировать по итогам предметов по выбору, скорректировать образовательной организации саму программу обучения в десятом классе и в одиннадцатом классе. Потому что это те реальные средства техзнания, опять же, оценочные процедуры, когда конкретный образовательный коллектив может переформатировать подготовку детей. Ну, не подготовку, а сам процесс обучения. Поэтому, если с точки зрения содержания, с точки зрения профессиональной ориентации, то вот здесь большая ценность. Ну, что касается минусов, это даже не минус, а, конечно же, определенная зона ответственности возлагается на самих детей, потому что ребенок, которому 14-15 лет, он уже выбирает, если математика русская, они обязательно, совершенно понятны, тут альтернативы нет, то здесь он уже выбирает, какие предметы из учебного плана он может сдавать. Ну, а когда человек выбирает, тем более в таком возрасте, то предоставляет свобода выбора, то, конечно, сразу включается зона ответственности. Поэтому, с одной стороны, это плюс, я почему говорю, что однозначно нельзя сказать, что это минус. Но, тем не менее, время покажет. Думаю, что вот такой подход, в том числе возможность выбора еще дополнительных предметов, он будет ориентировать как раз ребенка, все-таки идти ему дальше, в 10 класс. То есть более ответственно, да? Да, более ответственно, нежели он принимает решения и идет, скажем, там, в систему профессионального образования. Очень интересует меня, какие нововведения у нас будут касательные проведения единого государственного экзамена. Исключается ли тестовая часть в каких-то предметах? Что вообще здесь грядет? Если говорить по государственной итоговой аттестации 11 классов, то принципиальных изменений не произойдет. Об этом говорил Росубарнадзор, руководитель Росубарнадзора. И задания, которые в этом году предполагаются, контрольно-измерительные, они примерно по уровню будут, как в предыдущем году, учебный год был. Значит, что касается изменений, тем не менее, кое-какие изменения произойдут. Ну, это в первую очередь касается тестовых заданий, когда выбор, значит, по одного ответа. Это коснется, то есть их исключат, по словам Росубарнадзора. Это касается трех предметов. Это физика, химия и биология. Тестовой части не будет? Тестовой части не будет, то есть она полностью убирается. Что касается русского языка, потому что этот вопрос часто звучит, я почему на нем акцентирую внимание, какие изменения по устной части русскому языку, то тестовая часть сохраняется, то есть выбор одного из ответов. Но, как и в прошлом году, есть задание, которое мы знаем, творческое задание, мини-сочинение. То есть предлагается определенный текст, отрывок из определенного произведения, и дается, соответственно, задание поработать с этим текстом. Либо с учетом опыта ребенка, сформулировать проблему, которая так или иначе обозначена в этом фрагменте, либо еще какое-то задание. Ну, то есть задание уже на осмысление, на включение таких рассуждений, логических размышлений. И мне представляется, что это очень важно. И есть изменения технологические, но они в сторону... Ну, технологические, с точки зрения процедуры проведения государственной итоговой аттестации. Например, то, что наш регион, кстати говоря, занимает лидирующие позиции, это по оснащению пунктов проведения экзаменов в режиме онлайн, то есть прямого наблюдения, прямой трансляции из регионального центра обработки информации, либо с федерального центра, это сохраняется. И в этом году мы сделаем, я думаю, 100%, в прошлом году у нас был чуть ниже процент, в этом году мы сделаем все пункты проведения экзаменов. Но технологическая составляющая еще меняется в том, что контрольно-измерительные материалы будут непосредственно сканироваться в аудиториях и направляться в ЦОИ, это региональный центр обработки информации. Ну, тем самым защищенность усиливается. А количество обязательных предметов не меняется? Пока условия не меняются, пока остаются те же условия, которые были в предыдущем году. Недавно говорилось о том, о плановых изменениях в образовательных каких-то программах, которые касаются того, что, ну, можно, например, заменить уроки материальной технологии на уроки по робототехнике. Но на самом деле, опять же, не все школы к этому готовы, потому что нужно соответствующее оснащение, квалифицированные специалисты. Но, с другой стороны, это уже требование времени. Наш регион насколько к этому готов? Где-то есть уже такой опыт? В этом году Министерство образования и науки Российской Федерации приступило к обсуждению, к разработке, к обсуждению концепции именно технологии. Более того, в июне этого года была создана рабочая группа, и мы участвуем в этом обсуждении, в формировании этой концепции. Поэтому это, что называется, предстоящая работа. И один из вариантов, который тоже в проекте обсуждается, что в технологию войдет одно из направлений, связанное с робототехникой. Это будет одно просто направление? Сложно сказать, в каком варианте это будет в сухом остатке, но что касается сегодня предпосылок обсуждения, что робототехника может быть включена в технологию. На самом деле, что такое робототехника? Это вообще такое междисциплинарное направление. Для того, чтобы это делать, необходимо знание и по математике, и по мехатронике, и инженерии, и по другим предметам совершенно понятно. Поэтому совершенно очевидно, что это достаточно затратное с точки зрения материальных средств мероприятие. Мы проводили мониторинг состояния робототехники на территории нашего региона. Для нас это крайне важно. Почему? Потому что мы в течение, ну с 2011 года на территории региона реализуется региональный проект специализированные классы. И последние два года, особенно, вот этот проект специализированные классы мы переформатировали в направлении инженерные классы. То есть это связано с тем, что, во-первых, востребованность инженерных кадров в экономике региона и в рамках реализации программы, которая принята на территории региона, это реиндустриализация экономики Новосибирской области. Поэтому мы как раз ориентируем специализированные классы, в первую очередь на инженерные классы. Есть агротехнологические классы, разные направленности мы открываем, не только на территории Новосибирска, но и, безусловно, на территории районов. И, конечно же, одной из составляющих вот этой работы является в том числе и освоение робототехники. Поэтому тот мониторинг, который мы провели, у нас в целом ситуация такова. Порядка 61% робототехника реализуется в общеобразовательных организациях в начальных классах. Вообще, это начало, то есть пути, есть даже дошкольные учреждения. Порядка 30, чуть с небольшим процентов, реализация идет в основной школе. И 1,5% это углубленное изучение робототехники. Это, как правило, уже те системные образовательные организации с точки зрения работы именно по инженерному образованию. Ну, совершенно понятно, что внедрение робототехники на территории региона — это такой системный процесс. Во-первых, мы сегодня переформатируем систему вообще школьного инженерного образования. Мы сегодня выстраиваем единую систему управления. Она ведь, вот инфраструктура школьного инженерного образования, она разная. У нас есть специализированные классы, о которых я сказал, их 238. И в этом году мы увеличили количество этих классов, в том числе и инженерные классы входят. У нас есть инфраструктура дополнительного образования, там, где техническая направленность. И на самом деле робототехника, она в основе своей. Это за счет именно урок дополнительного образования, может быть. У нас есть детский технопарк, который тоже работает в этом направлении. И поэтому, конечно, для нас это архиважная задача. Более того, мы работаем в рамках соглашения, которое год назад подписал губернатор и представитель агентства стратегических инициатив. По созданию детских технопарков это тоже связано и с развитием робототехники. Вот одним словом, это целая такая инфраструктура такого взаимодействия работы. Поэтому мы, безусловно, сегодня занимаемся оснащением. Ну, в той части, насколько сегодня в условиях ограниченности бюджета мы это делаем, мы можем. И надо сказать, что вот те школы, которые участвуют в региональном проекте, особенно по специализированным классам, они имеют повышенный норматив. И в этом нормативе есть отдельная такая строчка или составляющая, связанная с учебными расходами. Где они могут приобретать и роботы, и соответствующие программы. И это они, собственно говоря, делают. Отдельное направление это методическое оснащение до процесса, сопровождение до процесса и, конечно, повышение квалификации. Но с учетом того, что наши школьники достойно представляют, командно представляют на соревнованиях Junior Skills в рамках движения WorldSkills. И вот сейчас готовится хай-тек Junior Skills, команда, они занимают первые лидирующие места. Я думаю, что вот для нас робототехника, как одно из направлений, оно было и останется приоритетом. У нас еще в этом году планировали ввести курсы по финансовой грамотности. Как вы считаете, что это даст школьникам? И работают ли уже такие программы в наших школах? Есть у нас такая практика по финансовой грамотности. Как правило, это за счет часов внеурочной деятельности, либо в рамках курса общества знания. Что это дает? Конечно же, это в первую очередь и сам курс по финансовой грамотности, он ориентирован на такую практическую направленность. Когда ребенок, школьник, он в таком, что называется, прикладном характере может посчитать и понимать, что такое кредит, что такое и какие последствия могут быть. Что такое, как считается бюджет, в том числе семейный бюджет, как считаются пенсионные накопления и так далее. То есть, на самом деле, финансовая грамотность это своего рода практически ориентир ребенка или школьника, будущего профессионала. Не факт, что он будет заниматься в будущем профессиональной финансовой деятельностью, но то, что ему в жизни это пригодится, это совершенно очевидно. Поэтому образовательные организации этот опыт используют. И не скажу, что это системно, но те образовательные организации, которые считают необходимым, потому что есть еще заказ, есть потребность конкретных детей, конкретных родителей, потому что родители тоже являются законными представителями, они высказывают иногда такое пожелание, и образовательные организации на это реагируют, это, в принципе, приветствуется. Ну, конечно, когда дети учатся сами распоряжаться финансами, ориентируются в этом, да, это, по-моему, хорошо. Сергей Александрович, министр образования Российской Федерации Ольга Васильева сказала, что нам необходимо избавляться от третьей смены в школах во всех. В нашем регионе губернатор поставил задачу избавляться от второй смены. У нас нет третьей смены совсем, как обстоят дела в этом плане? Значит, на территории Новосибирской области тысяча одна общеобразовательная организация, школы. Там еще и 670 дошкольных, мы говорим сегодня о школах. Обучается 299 тысяч школьников. В общей сложности у нас из тысячи одной школы 233 школы Новосибирска и, естественно, районов муниципальных городских округов, 233 школы работают во вторую смену, в две смены. По-разному складывается. Конечно, основное напряжение это в городе Новосибирске, причем в центральной части в основном. И в тех микрорайонах, вновь построенных, где зарезервирована земля, но не построена школа. И, конечно, нагрузка ложится на соседние школы, поэтому вот такая вот переполненность. Третьей смены у нас нет. Хотя мы понимаем, что есть у нас ряд школ, где вот практически на грани. Потому что действительно во вторую смену занимается максимально количество детей, что в первую, что и во вторую. Значит, какая стоит задача? Первое. На федеральном уровне принята программа, есть поручение президента Российской Федерации, для того, чтобы до 2025 года решить, а, проблему вообще двусменки, и, б, это уйти от ветхости зданий, которым свыше 50% износа. И предусматриваются определенные средства. Программа федерального бюджета, соответственно, регионального бюджета. Программа рассчитана до 2025 года. Она в этом году начала реализовываться. Значит, мы, вот, 53 региона участвуют из 85 в этом году. И в том числе мы участвуем, значит, мы строим одну школу на 550 мест. Это микрорайон Горский. Она будет сдана к декабрю текущего года. Это, значит, общая цена, остаточная сметная стоимость, потому что там был нулевой цикл, порядка 450 миллионов. Средства федерального бюджета 300 миллионов. И 150 миллионов – это средства в основе своего регионального бюджета. И там небольшая составляющая есть местного бюджета, связанного с оборудованием, приобретением и так далее. Значит, на территории региона в декабре прошлого года принята программа. Программа строительства, капитального ремонта школ. Ну, в общем, решение задач второй смены. Программа также рассчитана до 2025 года. Что нам необходимо сделать, чтобы вообще решить проблему второй смены, и в том числе вопрос ветхости? Вот до 2025 года на территории региона должно быть построено 54 новых школы. 70 школ – это реконструкция, ну, это связано с пристройками. То есть, по сути, пристройки – это новое здание с набором помещений и с новыми учебными помещениями. То есть, прирост должен быть. И порядка 270 капитально отремонтировать. То есть, в тех ценах, которые мы оценились, это, ну, порядка 64 миллиардов рублей. Ну, это в целом оценка, хотя она, безусловно, уточняется, потому что там есть определенные требования, условия, объекты повторного применения. Поэтому, конечно же, сегодня мы в этом году одну школу сдаем. В следующем году мы пока до конца, ну, до нас не довели те параметры, которые, параметры бюджета федерального, в каком объеме и в каком количестве мы готовы. Вернее, вот будет финансирование, осуществляться финансирование. Но сегодня, в соответствии с поручением губернатора, неоднократно уже проводились совещания. У нас есть понимание тех объектов и на территории Новосибирска, и на территории городских округов и районов области, где необходимо строить. Есть уже объекты, где проектно-сметная документация согласована с Минстроем Российской Федерации. Поэтому, думаю, что в ближайшее время мы будем понимать, какие параметры будут доведены до региона с точки зрения софинансирования с федерального бюджета. В свою очередь, мы региональным бюджетом также и участвуем. Совершенно верно. Но мы четко понимаем, сколько надо строить, сколько реконструировать, сколько капитально ремонтировать. Недавно Рособранадзор анонсировал проведение всероссийского исследования компетенций педагогов. Но пока это коснется учителей математики, русского языка и литературы, а далее присоединятся все уже учителя-предметники. Скажите, наши учителя, насколько к этому готовы? И вообще, что из себя будет представлять данный процесс? Инициатива Рособранадзора в 2014 году это начиналось. Для того, чтобы посмотреть уровень компетенций, владения компетенциями профессиональными педагогов, проводилось исследование учителей истории, истории общества знания. Наши педагоги также принимали участие. Ну, содержательно, конечно, в большей степени это касалось именно уровня... Ну, понятно, что там какие-то были общие параметры связанные, там, пол, возраст и так далее. Но в большей степени, конечно, это касалось именно профессиональных вопросов. Именно уровня владения компетенциями, как профессиональными, предметными, так и методическими. Ну, целый спектр. В общем-то, неплохо наши коллеги участвовали, потому что и активно, и результаты у нас неплохие. Эту инициативу продолжает Рособранадзор. И будут в 2015 году компетенции, вот уже, так сказать, изучали учителей русского языка, математики, литературы. У нас, в общем-то, это тоже на добровольной основе, неплохо представлены в основе своего учителя. Хотя есть, конечно, вопросы. Но это опять к вопросу о том, что это своего рода тоже оценочные процедуры. Ведь сегодня исследования эти, они не проходят ради исследований, что нужно оценить регионы, ведь Рособранадзор не занимает такую позицию. Он не рейтингует регионы с точки зрения профессиональных компетенций, где-то выше, где-то ниже. Это в большей степени именно тот материал для принятия решений непосредственно в регионе с точки зрения повышения квалификации. Потому что если мы видим, что по определенным параметрам где-то невысокий уровень, то, соответственно, мы вносим изменения в систему повышения квалификации предметников. На самом деле это для нас не новое дело. У нас несколько лет назад на территории региона реализуется такая программа оценка, она называется автоматизированная система оценка учительского роста. И, кстати говоря, вот эти исследования, они вообще в контексте обсуждения на федеральном уровне национальный рост учителя, вообще учительский рост, потому что это системный вопрос. Это и уровень владения компетенциями, это, соответственно, работа институтов повышения квалификации и переподготовки работников образования. Это и самообразование самих учителей. Это много таких вопросов, которые вот с этим связаны. Это и вопросы аттестации, потому что это все взаимосвязанные вещи, потому что ведь сегодня, когда мы говорим про учительский рост, мы должны понимать, а где необходимо вносить эти изменения, что необходимо переформатировать. Поэтому это как раз исследования, направленные на именно такое выявление тех проблемных зон, слабых мест, куда необходимо вносить определенные корректировки для того, чтобы исправить ситуацию. Министр Васильева недавно сказала, что важной задачей на сегодня является повышение авторитета учителя. И вот такое выражение, учитель должен быть не машиной по предоставлению образовательных услуг, а моральным авторитетом. Насколько эта задача сложна, насколько она актуальна для нашего региона? То, что касается повышения статуса учителя и вообще педагога, это вообще задача не новая. Эта задача, она уже многолетняя, системная задача. Действительно, к ней надо, ее нужно рассматривать системно. С точки зрения того, что, ну первое, вот я для справки скажу, что на территории региона у нас порядка 42 тысяч педагогических работников. И 42 тысяч, 25 тысяч это наши учителя, учителя-предметники, которые работают в общеобразовательных организациях. И когда мы говорим о уникальности профессии, безусловно, учитель это звание, это служение, и министр совершенно справедливо об этом говорила. Вот какие сегодня умы на территории региона, они, собственно, стабильно сохраняются, меры поддержки, права и те гарантии, которые сегодня учителя, учителя в первую очередь, я говорю об учителях, поскольку вопрос министра об этом говорила, имеются на территории региона. Но они как бы общие, они закреплены законом, но тем не менее регионально мы их стабильно сохраняем. Значит, безусловно, беспрекословная, своевременная выплата заработной платы в соответствии с указом президента. Заработная плата для региона, для правительственной Сибирской области и губернатора является приоритетом номер один. Вторая позиция, которая сохраняется на территории региона, это действительно закреплено федеральным законом, но это касается сельской местности, в первую очередь, это сохранение коммунальных услуг. В том объеме, в каком непосредственно затраты осуществляются, это все, что касается сельской местности. 25% сельских также получают полностью. Все, что касается вопросов, связанных с отпуском, 56 календарных дней, это тоже федеральная норма, все сохраняется. Это я к вопросу, так сказать, сохранения вот этих всех льгот и стабильности, гарантий. Но, безусловно, не случайно министр говорила про моральный авторитет, потому что есть имиджевые совершенно мероприятия, которые работают на статус учителя. Ну, к примеру, это серия разных конкурсных мероприятий. Учитель года, сердце отдают детям, они по образованию касаются, но тем не менее, директор школы хотят. Это все работает на корпоративную культуру, вообще системы образования. И надо сказать, что последние годы имидж и конкурсного движения учитель года, он вырос. У нас в этом году участвовали, ну, уже, получается, в прошлом учебном году, участвовали все без исключения муниципальное образование, городские округа. Хотя до этого были где-то процентов 50-60 участников. Это означает, что территории заинтересованы вот в этом участии. Второе, немаловажное, конечно, имиджевое, это признание вообще статуса учителя, вот его уровня. Традиционно, это уже несколько лет, вручается почетное звание, почетный работник образования на Северской области в день учителя накануне, или вот в этом году в день учителя. Пять лучших, помимо еще есть отраслевые федерального уровня. И надо сказать, что правительство региона приняло решение впервые в этом году на съезде работников образования. В этом году присвоено звание, введено звание, заслуженный работник образования в Сибирской области. Пять человек, лучших на сцене концертного зала имени Арнольда Катца, вручали с торжественной обстановки, губернатор. И это действительно тоже имиджевая вещь. О чем говорил министр, когда я был свидетелем этого разговора на совещании, действительно она подчеркивала о том, что мы много делаем в системе образования. Очень много разных мероприятий, различного уровня интересных, совершенных событий происходит. Но мы мало об этом говорим. Мало об этом говорят, к сожалению, средства массовой информации. Я думаю, что сегодняшняя программа, она и всегда, ваша программа, она очень позитивная про систему образования. Это еще раз будет работать на имидж нашего учителя. На самом деле, знаете, мне вспоминаются слова первого ректора Московского государственного университета Трубецкого. Он сказал о том, что все делает, будущее России делается в школе. Это действительно так. И поэтому вот все или многое зависит от нас. Но и от самого учителя, в первую очередь. Потому что если учитель не будет сам изменениями, то изменения не произойдут в целом. Только по команде или по какой-то директиве, которая выйдет. Но я еще раз убеждаюсь, общаясь с нашими учителями Новосибирской области, с педагогами, что у нас удивительные люди, удивительные профессионалы. И самое отрадное, что вот сейчас приходят молодые ребята, молодые коллеги. Кстати, в этом году у нас увеличилось количество, вот два года наблюдаем, увеличение количества молодых педагогов, приходящих в школы, дошкольные учреждения, доп. образования. В этом году их 601. Может быть, что-то там за какой-то период немножко изменится. Надеюсь, что не ухудшится сейчас, потому что этап закрепления идет. Потому что мы тут наставников закрепляем, и тут наставничество развиваем. Так вот, это ребята молодые, совершенно интересные. Они привнесут, я думаю, и уверен в этом, новый импульс в развитии системы, инновационный импульс в развитии системы образования в Северской области. Тем более, что наш регион имеет все предпосылки. По большинству показателей мы занимаем высокие места с точки зрения признания, рейтинга. Но вот совсем недавно топ-500 лучших школ, 12 школ Новосибирской области вошли. Мы первые в Сибирском федеральном округе, то есть вошли в этот топ-500. И одна школа, Маслянинская школа номер один, вошла еще в топ-200 по профильному обучению. Это результат работы, это результат работы конкретных коллективов. И вот на таких точках роста, конечно, нужно формировать имидж учителя, имидж вообще системы образования. Поэтому, думаю, что мы и дальше будем двигаться вперед. Спасибо большое, Сергей Александрович. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся. Спасибо. 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 Спасибо.